Друзья, всех приветствую на торговой сессии Среды. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube канала Markets, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Сегодня на повестке экономического календаря данные по промышленному производству Германии. Мы ждем этот релиз в 6.00 по GMT. По сути, этот отчет открывает сегодняшнюю торговую сессию. Евро уже находится под давлением. Может быть, как следствие не только укрепления американского доллара, но еще и реакции на вчерашний провальный отчет по производственным заказам. В 14.30 ждем данные по запасам нефти в США. Этот отчет точно повлияет на динамику нефти. Нам нужно добивать Brent до уровня поддержки 80 долларов за баррель. И я надеюсь, что в ближайшие торговые сессии, даже в рамках этой недели, мы сможем коснуться прежней, уже бывалой психологической планки. И под конец торговой сессии нужно будет обратить внимание еще на несколько комментариев представителей американского регулятора, потому что это, по сути, ввиду отсутствия каких-то релизов из американской экономики по американской экономике, комментарий представителей американского регулятора для нас какой-то фундамент, который мы можем интерпретировать как определенный сигнал, либо сигналы относительно будущих действий американского регулятора по процентной ставке. В частности, сегодня в 15.00 и в 15.45 по GMT мы ждем выступления представителей ФРС Джефферсона и Коллинса. Индекс доллара сейчас 105.43. Американская валюта снова растет. Инициатива пока тотально не перешла к покупателям. Я надеюсь, что текущее возобновление роста — это как раз первый шаг к тому, чтобы мы вернулись к прежней, восходящей тенденции. Как вы уже поняли, вчера из макроэкономических отчетов выделить по штатам было практически нечего, буквально в смысле нечего. И поэтому мы с вами сейчас анализируем комментарии представителей Федрезера. В частности, накануне состоялось выступление главы регионального отделения ФРС ФРБ Ричмонда Баркина, который подтвердил то, что американскому регулятору еще предстоит проделать колоссальную работу, прежде чем удастся вернуть инфляцию к целевому значению. И по его мнению, это как раз и означает то, что американский регулятор по сути обязан удерживать текущую процентную ставку на отметке 5,5% еще долгий период времени. Другой представитель ФРС, глава ФРБ Нью-Йорка Джон Вильямс, в принципе, придерживался такой же риторики, подтвердив, что он абсолютно уверен в том, что американский регулятор сохранит текущий уровень ставки вплоть до конца этого года. И только лишь величина этой ставки сейчас способствует тому, чтобы инфляция в конечном счете стабилизировалась в уровне 2%. Но на это может понадобиться более года. Он выразил явную беспокойность тем, что инфляция растет, и был сигнал, опять же, на будущий релиз, о будущем релизе по инфляции, который мы ожидаем с вами на следующей неделе. В частности, Вильямс ожидает то, что инфляция продолжит, либо сохранит, скажем так, восходящую динамику. И еще стоит отметить комментарий Нила Кашкари, который высказался за целесообразность вероятную, правда, еще одного повышения ключевой процентной ставки, потому что по его мнению текущий уровень 5,5 не очень-то способствует тому, чтобы инфляция снижалась. Если резюмировать все, что мы услышали от данных представителей ФРС, наверное, главный вывод заключается в следующем. То, что риторика чиновников американского регулятора стала жесткой. То есть мы не получаем сигнал о том, что целесообразно смельчать экономическую политику, что решение об этом будет приедено на одном из ближайших заседаний. Мы, напротив, видим то, что они за идею того, чтобы американский регулятор и дальше боролся с высокой инфляцией, используют те инструменты, которые есть в его арсенале. Это инструменты жесткой монетарной политики, одним из которых является высокая процентная ставка. Поэтому меня не убедил последний отчет по рынку труда в США о том, что нужно отказаться от покупок доллара, потому что ни с того ни сего американский регулятор может раньше снизить ключевую процентную ставку. Я думаю, что это вряд ли произойдет даже до конца этого года. Поэтому я смело удерживаю ланги с целью скрепления индекса долларов выше 106. По золоту 2317 долларов за тройскую унцию. Я думаю, вы видите сами, что очень тяжело сейчас приходится покупателям. И каждый раз, когда доллар демонстрирует рост в рамках торговой сессии, золото в итоге оказывается под давлением. Я все еще рекомендую вам смотреть за индексом рыночного сантимента, за позиционированием, за действием большинства и меньшинства. Но там, друзья, уже третью неделю подряд мы, по сути, без четких сигналов, потому что распределение примерно так и плавает в районе баланса 50 на 50. Евро против доллара 1,0740. Сегодня снижаемся. Вчера очень сильно разочаровал отчет по производственным заказам Германии. Они снизились в марте 0,4%. Напомню, что в феврале было снижение 0,8%. И логично, что сегодня, когда будут данные по промпроизводству в целом, мы можем получить также аналогично слабый релиз, который лично меня еще больше убедит в том, что немецкая экономика все еще граничит на грани рецессии. И при таких макроэкономических данных эта рецессия и экономический спад могут затянуться. Нужно ли помогать экономике? Конечно же, нужно. И я надеюсь, что ЭЦБ правильно считает эти сигналы от макроэкономических релизов и попробует смягчить условия кредитования и снизит процентную ставку в июне. Фунт против доллара 1,2484 в распродаже. И здесь тоже уже наблюдаются на фоне укрепления американского доллара. Вчера вышел отчет по индексу активности в строительном секторе, который оказался лучше, чем ожидали аналитики. Но важный нюанс заключается в том, что рост индекса активности в строительном секторе может простимулировать именно рынок на ожидание того, что... или позволить участникам рынка сделать вывод, что рост строительного сектора как раз это уже следствие того, что рынок закладывается под смягчение экономической политики. Британия ожидает то, что скоро экономические условия улучшатся и снова будет значительный спрос на рынки недвижимости. Я предлагаю уже ждать торговую сессию четверга, когда у нас заседание Банка Англии. И я рассчитываю на то, что Банк Англии даст сигнал того, что уместно снизить процентную ставку, что мы будем использовать как хорошее весомое основание для дальнейших распродаж британской валюты. Доллар канадец 1,3753. Рост продолжается цели 1,38-1,39. И попробуем уже впоследствии посмотреть на ориентир, прям совсем долгосрочный 1,40. Ждем данные по рынку труда Канады в пятницу. Ожидает, что уровень безработицы лестит с 6,1 до 6,2%. И сейчас еще на Канадца оказывает давление, снижение нефти и рост американского доллара. Американский фондовый рынок S&P 500 5211 пунктов. Не забывайте, что наша цель по-прежнему 5,500 и мы к ней точно придем. Сейчас фондовый рынок явно в фаворе у инвесторов, уже которую сессию подряд. Мы видим то, что покупатели доминируют. И обновление многолетних максимумов, исторических максимумов. Это вопрос, я думаю, то, что в ближайших недель. Доллар иена 155.17. Интервенция – главная тема на рынке. Поскольку Банк Японии уже вмешался, скорее всего, будет и дальше поддерживать курс национальной валюты, я рекомендую смело смотреть на потенциальное снижение. В качестве целевого ориентира пары доллар-иен к отметке 150 иен за доллар. И рынок нефти 82.80. На рынке обсуждают предстоящие заседания ОПЕК, которое состоится 1 июня. Якобы это то, что там могут принять решение о продлении добровольного сокращения экспортных поставок еще на 3 месяца. Дальше, то есть на 3 квартал. Это логичное следствие того, что очень сильно увеличили объемы добычи, увеличились в Канаде и в США за последнее время. И нужно нейтрализовать это дополнительное предложение за счет большего сокращения. Но здесь нужно ждать уже непосредственно 1 июня и смотреть за теми решениями, которые будут приняты. А пока у нас на повестке сегодня данные по запасам. Они могут усилить распродажи на рынке нефти. И мы следим еще и за ближневосточным фондом. Но до открытой конфронтации и полноценной наступательной операции в Арафахе еще дело не дошло. И я все еще рассчитываю на то, что мирные переговоры или, скажем так, переговоры между представителями Хамаса и Израиля не так уж и обречены. Есть надежда на то, что какое-то конструктивное русло все-таки будет найдено. И в конечном счете это снимет с рынка еще один риск, связанных с перебоем поставок. Пока что снижение в приоритете. Цель 80 долларов за баррель. Друзья, на этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока!